Всем привет! У нас Катюха куховарит. Мы сейчас будем разбирать вещи, которые они попривозили из Киева с Настей. И кладовки продолжать разбирать. Тут уже готова пицца. Костя меняет раковину наконец-то. Помните, мы ее разбили айфоном? Вот она, с дырочкой. Хозяин. Как он звучит? Разбили айфоном. Ну, все же знают, что мы уронили айфон с полочки вот там на раковину. Она добилась. Ну, как бы мы не виноваты, потому как здесь, видите, сколько уже было сколов. Ну, то есть она уже изначально была подбита и просто добилась. С одной стороны не виноваты, с другой стороны на айфон упал. Поэтому мы хозяину предложили пополам купить новую раковину. Показывал что-то? Не, не показывал. И вот он сегодня, видите, привез новую раковину. И Костя решил сам поменять. Настюха спустилась. Доброе утро. Смотри, смотри, кошка сейчас выйдет. Господи, мама. Да я же боюсь, что их джет от порвет. Кошек. Говорили же, что может. Да можно было без смотристи. Ай, пугаливая. А Настя с Викой тут играют в Уно. Да? Нет, мы же брали, типа, одна пресвета, вторая. Капец, как вас много. Выглянула в окно, как вы там гуляете. Алиса бедная хочет на батут, да? Я наша красная. Была? Я красная? Ты мою спину не видела. Я сейчас выйду тебе покажу. Я там монтирую. А им тут так весело. Куча народу. А где Алиса? Что она там делает? Рисует. А-а-а. Ты рисуешь там, да? Кнопка. У нас дядя Костя рисовала, потом убежала, потом убежала. Эти мои колесики, мои сладкие. Куда? Меня уже ташишь куда-то. А мы их не убежали. Катя нам привезла вот такой мячик прикольный, который Алисе очень понравился. Вот так он делает. Я себе устал, что мы завалим. Нет, Вик, что она сказала? Она как-то сказала. А ты что удивляешь-то? Потому что они растушили. Кого завалим-то? Катю. Чем? Карточкой? Катя, дай гляну, что ты там читаешь. Дом теней. Так, ну что, сейчас я тебе свою спину покажу. Ой-ой-ой-ой, Лена, Лена. Это вчера ты ночь переночевала, а сегодня как будешь? Она же пантенолом мажет, то оно должно быстро пройти, по идее. Да, оно от этого легче. Легче от пантенола. Так не болит сильно. Оно может быть красное, но оно уже так не болит. Ожег чуть-чуть уже. Что, Майсечка, что ты там показываешь? Камушек в рот не бери. А, это не камушек, а что это у них? А, мелочки. А Костя где? Потом, что-то Алисе не понравилось, она убежала, а он пошел дальше, видео вошел. Нет, это не мелочек, это то ли орех у нее, орех. А, орех. Она же нового нашла. А, больше всех в этой ситуации балдеет мой муж. В тишине, да? А ты куда уже собрался? Належался уже? Кофе хотел попить. А, еще и кофе попить. Ай, кошелом, ай, спину чешешь. Я же забыл, что ты поджарилась вчера. Ты мне содрал кожу. Мне хозяин дома этого, который мы снимаем, дал вишенок. Я их сейчас намыла и вот готовлю тоже замораживать. Говорит, они ничем не брызганные, хорошие, свои. А завтра у него день рождения. Мне хочется ему тоже что-то хорошее сделать. Я думаю, сейчас поехать среди ночи в магазин, купить тортик. Там магазин круглосуточный. И знаете, как это рисково? Ведь нас повезет Настюха. Она уже выгнала машину. И все уже ждут только меня. А там собаки всякие. Да господи, нет. Конечно, задавлю бабушку. Всех, каждую. Пускай ездит и нет. Давайте не будем ее трогать. Да. Водителя не надо отвлекать, пусть едет. Это мама сейчас сказала? Да, Настя себя уже зарекомендовала, когда нас с пляжа везла. Прекрасно доехала. Водителя нельзя отвлекать, когда у деревьев. Ты мне еще дорогу бьет, так плохо я еду. Нет, я просила тормозить на ямах и все. Все, мы доехали успешно до магазина. Правда, Настя немного сердится. Настя еще тебя не попила, не пописала. Потому что ей все время... Стой, подожди. Ой-ой-ой. Понимаешь, я еду за рулем, она мне орет. Подожди, хотя зеленый свет. Ну как я должна... Ну там какой-то чувак ехал навстречу быстро. Не, она еще будет слаба. Она сама нервничает. Еще ты ее дергаешь. Так ты что же? Она на тебя гавкала раза три или четыре. Настя, скажи, на бабушку ж ты тоже гавкала? Отстань от нее. Надя мне не верила, что здесь могут быть тортики. Среди ночи. Мы еще туда не дошли. Сейчас проверим. Вон тебе целый отдел. Смотри, сколько их просто. Смотри. И вон, смотри. А мы какую будем? Вот такую? Я не знаю. Мы с Катей решили взять по противу такую тисточку с клубникой. А что, она уже убежала? Опять чили берет. Да сколько же можно? Катя, у тебя дома целая куча чаю. Сейчас смеется. Посмотрите, какие тут красивые тортики. Просто как красиво их оформляют. Мне очень нравится. А вот такой можно на годовщину купить. Знакомство. Что ты там за баночки ищешь? Смотри, мам, вообще ноль вкусно, да? Мне кажется, это не это первое. Не знаю. Ты хочешь арахисовую пасту? Не, не вздыхай. Она невкусная. Ну, я помню. А какая вкусная. Мне вот эта он дает. Заказывала? Тут стаканчик. Ну, это нутелла. Она хочет арахисовую пасту. Да, я знаю. Я бы не советовала. Вот джем малиновый. 150 рублей. Пойдемте. Джем малиновый. У нас дома малиновое варенье. От Нади. Лучшая торговая марка. Вот это вкусная. Вот это вот. И это вкусная. Это ореховая. Ну, это вкусная. Ну, это как нутелла. Да, как нутелла. Боже, какой милый волк. Он на лимона похож. Давайте здесь. Где? А, да. Похож на лимона. Какой же милый волк. Я сейчас мажься и любви. Так, что мы застряли в сладком отделе? Это нехорошо. Я уже все шуми отняла. Я уже мамка мне позвонила. Говорила, что очень сильно отравился ребенок абрикосами. Отравишься? Реально. Они же еще не растут на деревьях. Непонятно откуда абрикосы. Не слушается. Остатки черешни, остатки роскоши. Да, да, да. Это точно. Поехали за тортиком Владимира Ивановича, накупили. Тут два пакета и там еще девчонки берут. Чуть-чуть вообще. Все, сели в машину. Катя уже делится орешками. Что это за орешки? Ну, корпус не берет. А, нет, такой не хочу. Смотри, мне не понравится. Не понравились или понравились? Что, их буду брать? Мне они тоже не понравились. Вдруг понравятся. Не хочу. Угощай тем, что тебе нравится. Нет, такого нет. А, ну, давай, посмотри, что ты там накупил. Чай, очередной чай. Мы сейчас приедем домой и вам покажу, сколько у Кати чаю. Она привезла из Киева свою всю коллекцию. А, два купила, да? Да. Кать, зачем? Чтобы они лежали и мы на них любовались. Орешки. Орешки. О, орешки. О, такие я тоже люблю. Бери себе. А, нет, надо же брать. Видно? Это Даша. Что? Я же. Даша, киндер. Смотрите, сколько у Кати тут чаев. Зачем тебе еще? Ну, это же не все просто. В коллекции? Да. Тебе жалко будет их пить? Нет, я их пью. Алис, ты это видела? Я с ней, ну, покупаю, чтобы пить. Алиска нас встретила. У меня сегодня чай. Да? Не, Даша, она доелась. Двенадцать часов ночи, десять минут. У нас уже следующее утро. Владимир Иванович еще не приезжал, чтобы его поздравить. А я пошла наполнить бассейн Алиси. Вчера вечером мы с братом его опустошили. Поставили сюда высушить. Да, он высох. Мы его помыли. Вот. И сейчас заново наберем. Вот только я не знаю, как бы нам так сделать бы, чтобы набрать из крана теплой воды в бассейн, но при этом не таскать ее ведрами, контейнерами. Я подумываю попробовать шлангом это сделать. А вот шланг, кстати говоря, и отключен. Смотри, Костя, он отключен. Можно попробовать его сейчас на кран. Нет, он отключен, тут заглушка просто вот же. Видишь? Он защелкивается вот сюда. А что, без заглушки оно не даст набрать с крана с этой заглушкой? Ну, это же специально, видишь, переходник один. Ну да, но открутить нельзя этот переходник, чтобы просто шланг получился. Ну, можно вот эту сторону попробовать. Ну, можно, а с заглушки оно пойдет, вода? Ну, конечно. То давай попробуем. Так нет, только как мы к крану подключим. У нас же не советские краны, а вот эти широкие. Блин. Видишь? Не получится. Это проблем. Ну, пошли попробуем все равно как-то. Да, я думаю, не выйдет, ну, и смысла нет. А подожди, еще был шланг, он же был примотан еще к такому бежевому. Он был очень длинный, а теперь он остался короткий. А это, наверное, там у соседей. А давай посмотрим, может быть, он вот там. Где-нибудь. Да, он там и есть, но он тоже с такой заглушкой, смотри. Ну, с такой заглушкой. На конце. И такой же самый. Ну, зато длиннее получится. Подожди, а если заглушку с заглушкой соединить? Таким образом удлинить? Надо переходник вот такой тоненький. С собой сторон тоненький и две заглушки. Так, щелк. Вот так, конечно, изолентой. Ну, не получится мудровать. Так, мы решили попробовать на такой кран. Думаешь, натянется? Ну, если второй шланг взять, то можно попробовать. Все же лучше, чем руками носить. Брат мне говорит, давай по старинке, давай носить руками. Я говорю, да ну, есть шланги и носить руками как-то оно не хочется. Хочется уже как-то цивилизованно. Знаешь почему? Потому что еще сто раз придется это делать. Тут каждые два дня и надо воду менять, иначе бассейн зацветает и скользкий становится. Ну, как-то так пробуем привет еще раз. Ну что, получится оно? Или кто его знает? Да кто его знает. Ну, попробуем. Он просто к крану не совсем подключается. Костя, если был бы советский кран, натянули бы на него и все. Тут есть нюансы, скажем так. А там заглушка какая-то. А куда он пошел? Там еще один шланг. А, да? Заединить их между собой. Ну, они и были соединены раньше. Не знаю как, но как-то были. Сейчас будем пробовать. Сейчас Костя посмотрит, можно ли их соединить. А вот переходник нашли, короче. О, круто. Соединиться, да? Угу. Ну, вот. Круто. Ура, шланги мы разобрались, как соединить. Уже легче, уже длинный получился. Слушай, а может там кто-то будет один вот так стоять держать? Так и надо. Так и будет, да. Ну, ты будешь держать, потому что вдруг где-то там горит. Так и надо, да? Что ты? Да нафу, Костя! Ты же улыбка, что он у меня троллит, так? Помнишь? Ты вчера наверх его поставила? Ну, мы его поставили наверх, чтобы он типа высох и Джета его не трогала. А мы его губами дули. Серьезно? Насосом хуже получалось. Все, ты пошел к крану? Да, сейчас посмотрю. Я тогда тут наливаю. Костя, ты же сразу тепленькую включаешь, да? Да, тепленькую. Тепленькую сразу. Сейчас посмотрим, как у нас получится. Вот моя тень. Тень от фотоаппарата. Даша вышла. Даша, слушай, а теперь ты попила чай, да? Да. Ну, а теперь иди в холодильник откроешь и посмотришь, что тетя Лена тебе вчера прикрепила. Только ж принеси, нам покажешь, Даша. Окей. Только ж принеси, мы же не знаем, что там. Покажи нам, да? Да? Это же я ее жду, чтобы я ее подняла. Говорю, Даша, вставай. Это же снимай ее. Ходит такая. Что, передала что-то? Хоп, чай уже сама себе сделала. Папа сделала или мама же сама быстро все сделала. У меня Катя киндеры тоже себе покупает, а игрушки даже не смотрит. Лежат закрытые, как бы, прикинь. А тут наоборот и заедут. Ну, понятно. Класс? О, кусики. А ну, покажи. Так, звук воды слышу, но вода не течет. Либо еще не дошла. Не дошла. Либо у нас не получится. Хрипит. Сложи мне уже вот так. Оно вроде бы шумит. Сейчас звук Нади как ливанет. И тут волна такая, воды пыла. И голова у меня в джет. В бутке. Не, просто так это освежишься. Да-да. Да не, не будет она течь, я так чувствую. Щеки вот так попадают в рот, щеки раздаваются, как эта собака на ветру. Да-да-да, в машине. Не будет дела, короче, не течет вода. А у нас, кстати, дома тоже есть киндер Катин. Сейчас я его тоже открою. Катя все равно только в шоколадке есть. Шоколадку оставлю, игрушку посмотрим. Шоколад прям тает в руках, так жарко. Нет, ну это нормально, я рассчитывала на куклу Барби, как было нарисовано. На коробке. А здесь непонятно что попалось. Что это такое? Игра какая-то, что ли? Да, это какая-то игра. Вот так складывается вместе. Вот такое что-то получилось. Надо еще разбираться, как этим играть.